МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нами Наталья Ивановна. Добрый день. Добрый день. И координатор проекта и эксперт проекта Академии Сонка Михаил Курашин. Михаил Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже говорили в первом часе, что эта тема очень полезная. Эта тема тоже направлена на развитие и гражданского общества, и вообще наших городов, нашего региона. Очень важная, потому что чем больше компетенций мы приобретаем в той сфере, в которой мы работаем, тем эффективнее, собственно говоря, эта работа. По проекту мы делаем не первую уже программу и продолжаем вот эту работу освещать и оповещать о том, что будет происходить. Сегодня уже стартует, да, обучение. Рассказывайте, Наталья, пожалуйста. Уже стартовала. Да, уже стартовала в 10 часов дня. В здании первомайской администрации собралось более 150 человек. Точную цифру я сказать не могу, поскольку есть опаздывающие, ну, как всегда, на обучение, да, есть люди из районов. На самом деле представлено 17 муниципальных образований Кировской области, в том числе и город Киров. А вообще, в целом, в проект заявились 199 сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пройдут обучение в течение учебного года. По четырем программам. Основная программа – это проектный менеджмент. Вторая программа – это управление некоммерческой организацией. Третье направление – это информационное сопровождение НКО, чего не хватает, конечно, нашему некоммерческому сектору. И четвертое направление – это бухгалтерское сопровождение НКО. Вот такие основные направления обучения. Вот этот формат работы, насколько он нов для нашего региона? Ну, я бы сказала, что это вообще первые… Абсолютно новое, да, такое нового хаула? Да, по крайней мере, я не знаю, может быть, где-то я не слышала, но я знаю, что мы, в общем-то, впервые выступили с инициативой именно по обучению, обучение бесплатно, с выдачей документа при успешной аттестации. Мало того, оплачиваются там и проживание, питание для наших районных представителей, потому что, на самом деле, сложная ситуация, некоторые даже не могут доехать, потому что не хватает средств на проезд и так далее. Поэтому я считаю, что это достаточно большой проект, уникальный и масштабный, потому что это большое очень количество НКО, которые сейчас и подружатся, я думаю, что познакомятся друг с другом, и будут совместные проекты, я в этом уверена, партнерские проекты по итогам. Что даст НКОшникам вот это обучение? То есть по итогам, ну, я имею в виду, по итогам, какой-то документ будет врученный, вот это что будет значить? Ну, я думаю, сейчас Михаил Вячеславович скажет. Михаил Вячеславович, подключай, хорошо. Михаил Вячеславович, свидетельствует ли, диплом они по итогам. Михаил Вячеславович, я там подозреваю, что диплом не самое главное. Нет, это не самое главное. Но все-таки, как говорится, без бумажки человек букашка. Слово, которое Светлана произнесла, слово компетенции, вот это, наверное, то основное, то главное, что получат слушатели по итогам участия в данном проекте. Ну, понятно, что есть подтверждение этих компетенций в виде свидетельства о повышении квалификации, чего на самом деле, опять же, в чем уникальность проекта, получить на современном этапе представителей некоммерческой организации из небольшой нашей какого-нибудь района, населенного пункта, практически невозможно. У нас, в принципе, отсутствует система повышения квалификации для специалистов некоммерческих организаций. Ну, продолжая то, о чем Наталья говорила, говоря об уникальности, наверное, следует добавить, что уникальность заключается не только в количестве. Мы с коллегами сегодня пытались вспомнить, на нашей памяти по количеству не было в истории Кировской области никогда проекта с таким количеством участников и с таким представительством участников. То есть, есть отдельные семинары, которые проводятся, посвященные отдельным темам, предположим, изменения налогообложения для некоммерческих организаций, грантовые комплексы и так далее, которые собирали какое-то определенное количество, возможно, большое. А вот, чтобы полноценно обучать, в принципе, ключевых специалистов и сотрудников некоммерческих организаций по всем направлениям, развивая не только компетенции каждого из них, а развивая еще и вопросы, связанные с командной работой, компетенции, связанные с внутриорганизационным управлением. А вот это там то, чего не было никогда. И я надеюсь, что вот здесь у нас как раз и получится, потому что из 190 человек, которые заявились, большинство все-таки представляют, скажем так, несколько человек от одной организации. И мы надеемся, что на выходе как раз и получится вот этот тандем, когда, предположим, руководители организации понимают, что делает проектный менеджер. Проектный менеджер в своей работе взаимодействует с пресс-секретарем или специалистом по информационной работе, а бухгалтер проекта не просто занимается, грубо говоря, ведением бухгалтерского учета, а целиком понимает и стратегическое развитие организации в контексте планирования финансовых и материальных ресурсов. То есть вот эти тандемы, можно назвать это командами, для команды это может быть пока еще слишком рано, команды будут складываться в рамках конкретной работы, но вот такие тандемы взаимопонимания, тандемы коммуникационные, надеемся, что у нас получится их создать. Вот. Ну и немаловажно, наверное, отметить то, что мы делаем это все с партнерством, достаточно широким партнерством. Это и партнерство как на уровне нашего министерства внутренней политики, который активно и очень деятельно нам помог как на стадии информирования, так и на стадии работы с муниципалитетами, потому что мы умышленно подчеркивали и мы отказывали уже на заключительном этапе городским. Прямо отказывали? Да, в пользу муниципальных специалистов. То есть и министерства внутренней политики помогали нам как с точки зрения распространения, так мы участвовали в одном из заседаний ВКС, когда районы через посредством сети интернет, мы с ними общались напрямую, рассказывая о проекте, приглашая их. Ну и я думаю, что вот это сотрудничество продолжится. Помимо этого, это, естественно, специалисты, эксперты, консультанты, которые работают у нас в Кире. Их тоже достаточно много. Многих из них все знают, так или иначе, по каким-то узким темам. Мы их попытались объединить вместе и вот по направлениям разбить, чтобы они в той теме, где они являются специалистами, ту информацию выдавали точечно, конкретно, понятно и доступно широкой аудитории. Ну и я надеюсь, что такие примеры партнерства будут развиваться, потому что мы знаем, что и ряд наших общественников, которые имеют опыт работы с президентскими грантами, тоже подтягиваются и тоже готовы сотрудничать с нами на различных площадках. То есть я надеюсь, что мы это тоже реализуем. Ну и, наверное, еще хочется поблагодарить уже сейчас на первых этапах помощь. Мы получили от Федерации профсоюзов и от Первомайской администрации, которые сейчас помогли нам запустить эту первую сессию, потому что надо понимать, что 150 человек одновременно запустить, это достаточно такой непростой процесс, тем более, что большинство из них из районов. А завтра у нас получается, что занятия будут еще происходить в нескольких точках. На трех площадках. Да, и поэтому это тоже нужно будет все с координарой. Поэтому вот те партнеры, которые подключились, им большое спасибо. То есть господину Симакому говорим спасибо. Да, ну и Ехо Москве, естественно, мы тоже говорим спасибо, потому что на самом деле тему, связанную с поддержкой некоммерческих организаций, поддерживается и, возможно, благодаря, точнее, невозможно, а благодаря в том числе и вот этой информационной поддержке мы имеем то, что имеем. А здесь, наверное, следует говорить о том, что за последние два года мы видим действительно интересы страны и региональной власти, и гражданского общества к вопросам, связанным с поддержкой. Это и создание ресурсного центра, это и готовящийся сейчас урбанистический форум, это и гражданский форум, который, очень хочется верить, пройдет все-таки в более серьезном формате и с более серьезными выхлопами от этого формата. То есть темы начинают появляться, тема, связанная с поддержкой некоммерческих организаций, начинает сейчас педалироваться достаточно активно. И мы видим по той же активности, которая была на заявительной кампании нашего проекта, что некоммерческие организации уже уровень их информированности и заинтересованности повышается. Мы прервемся сейчас на полминуты, после чего надо будет привести конкретные примеры, то есть как это работает, по каким конкретно, вы сказали, узким темам будут проводиться тренинги, мастер-классы и лекции для того, чтобы можно было визуализировать вот эту картинку. И, может быть, те, кто еще думает только над тем, чтобы вступить в некоммерческую организацию или образовать свою и какой-то проект продвинуть, могли сформировать у себя понимание первых шагов для собственного развития. Наталья Шитькова, председатель правления Кировской областной общественной организации «Общество знаний». И руководитель проекта «Академия Сонка». Я не подписал. Да, и Михаил Курашин, консультант-эксперт фонда. Не-не-не, мы его координатором и экспертом проекта «Академия Сонка» представляем. Академия социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня мы начали, скажем так, уже, вот у нас сегодня старт этого проекта. Меня это очень радует. Мы готовились к нему три месяца. Потому что, честно говоря, несмотря на то, что Михаил говорил, что потребность есть, потребность в знаниях, приобретении новых каких-то навыков, работы и так далее, она есть. Но расшевелить некоммерческий сектор было достаточно сложно. Он был практически мертвый еще несколько лет назад. Вы знаете, вот меня радует. Меня вообще радует. Мало того, я уже знаю, что остаются новые организации. По крайней мере, по итогам работы ресурсного центра, вот в июле 25-го была зарегистрирована в Дороском новая некоммерческая организация. Приехали, похвастались, показали устав. Но, правда, теперь уже спрашивают, а что делать дальше? Вроде бы, да, мы создались, нам хочется. Но с чего начать? Я сказала, в Академию Сонка. Теперь мы будем уже практически там, в общем-то... На самом-то деле хочется наполнить обучение действительно такими практическими, практической работой. То есть читать мы все умеем, интернет есть, есть законодательство, это все здорово. Но хочется отработать, отработать какие-то механизмы, навыки отработать, навыки проектного, того же социального проектирования, навыки управления, навыки написания пост-релизов, размещения информации, к примеру. То есть это будет в основном такая... Это будет сессия, три сессии будут в течение учебного года. Первая началась сейчас, вторая планируется на январь-февраль, и третья окончательно заключительная, с защитой выпускных работ, она будет уже в мае 2019 года. Между сессиями будут даваться задания нашими экспертами по всем направлениям деятельности, которые они должны будут уже отрабатывать, придя на работу. Ну, это, грубо говоря, стажировка на своем рабочем месте. Вот это тоже форма повышения квалификации. И мы надеемся, что мы их насытим знаниями за три дня эти загрузим. И я думаю, что они приедут, это проанализируют, поотработают на домашние задания, и приедут уже с какими-то новыми своими наработками. Может быть, даже от них поступят какие-то предложения по усовершенствованию программы нашего обучения. Мы готовы здесь их слышать, слушать. Тем более, что мы привлекаем экспертов не только региональных, мы приглашаем инспекторов и из других городов. Буквально сегодня из Самары к нам едет церульников Борис Альбертович, к вечеру должен прибыть. И это эксперт, большой и очень такой серьезный эксперт в области управления некоммерческим сектором. Завтра он будет целый день работать с нашими некоммерческими организациями по вопросам эффективной команды, лидерства, формирования команды, управления проектной командой и так далее. Также он будет рассказывать по финансовой, вопросам по финансовой устойчивости НКО, планирование финансовой устойчивости, вообще фонды, гранты, как привлекать деньги помимо проектов. То есть какие способы и технологии есть в привлечении средств для того, чтобы организация развивалась, чтобы она действительно не уничествовала и не закрывалась. Они, наоборот, открывались. И также мы его пригласили на гражданский форум, на нашу секцию, куда мы приглашаем всех наших слушателей в 13.30. Это региональные возможности поддержки некоммерческих организаций, доступности и необходимости, где он тоже поделится опытом работы в Самарской области, как это все происходит. И я думаю, что здесь мы должны выработать конкретное предложение уже к органам власти. А так, для понимания, Самарская область, она на высоком уровне, да? Да, Михаил, да, я считаю. Давайте я несколько слов еще дополню. На самом деле, Самарская область считается с точки зрения развития институтов гражданского общества одной из сильных на территории России. Средневеков, да, странник? А сам Борис Цирюльников является человеком, который, собственно, создал и развивает в России тему так называемых фондов местных сообществ. Он непосредственно возглавляет фонд местного сообщества в городе Тольятти. И тем, кто в теме, знают, что это то, к чему должен стремиться каждый фонд местного сообщества. Тема фондов местного сообщества в Кировской области имеет такое волнообразное развитие. Там последние несколько, пять лет. То есть у нас там есть люди, которые эту тему активно развивают. И Андрей Плотников, и Наталья Катаева, всем известные, да, там, люди. И вот как раз Борис – это тот человек, который, собственно, в этой теме съел не одну собаку. И может рассказать не только о том, как должен работать фонд местных сообществ, но и параллельно, какие требования передъявляются вообще к некоммерческим организациям в работе, в партнерстве с властью, бизнесом, средствами массовой информации. То есть это один из, скажем так, самых крутых экспертов, профессионалов в области поддержки некоммерческих организаций России. Поэтому там то, что его удалось буквально выхватить и привезти к нам, я считаю, что это такая большая заслуга. И если все это состоится, и мы ему понравимся, то там сотрудничество может быть продолжено, и в том числе, и, может быть, в рамках того же урбанистического форума. Потому что фонд сообществ в Тольятти, это не просто НКО, это структура, которая, скажем так, объединяет все имеющиеся ресурсы и финансовые, интеллектуальные, организационные, управленческие для решения тех проблем и задач, которые есть на территории города Тольятти. А каких, если их перечислили? Всех. То же самое, многоустройство, инфраструктура. Это начиная от проведения, аккумулирования средств бизнеса, власти для проведения всевозможных грантовых конкурсов. Это вопросы связаны со стратегиями развития территории, вопросами благоустройства и так далее. То есть это практически пример и мощного ресурсного центра, с одной стороны, и грант-оператора, и мощнейшее НКО, которое прислушивается и власть, и с которой хотят работать бизнес. То есть вот это вот, все это вот есть как раз фонд Тольятти, то есть и Борис Царюльников. Еще раз напомните, пожалуйста, как сессия на гражданском форуме называется и где она пройдет? Региональные возможности поддержки некоммерческих организаций, доступность и необходимость в 13.30 в детском космическом центре. Совершенно верно. На сайте общественной палаты Кировской области, прямо на главной странице, висит баннер гражданский форум 2018. Там есть план форума, секции, регистрация самая главная, нужно зайти и зарегистрироваться. 18-го числа на двух площадках он пройдет, как раз в доме в музее Циолковской космонавтики на Преображенской и в областном дворце молодежи. Пожалуйста, заходите, регистрируйтесь и участвуйте. Вы сказали, что очень важно, чтобы не получали компетенции представители НКО. И для этого, собственно говоря, Академия Сонка была создана. Правда, буквально несколько лет назад еще констатировали специалисты, что в Кировской области зарегистрировано достаточно много НКО, но большинство из них это мертвые души. И как это все расшевелить, это была такая большая забота специалистов, потому что понимали, что, в общем, вся стратегия развития государства сейчас так или иначе направлена на то, чтобы люди проявляли инициативу, брали ее в свои руки, понимали собственную ответственность, но и собственные права, в общем, да. И вот сейчас подход к НКО, который вы озвучиваете, это практически подходы к развитию, например, какого-то предприятия собственного. Потому что, по сути, деятельность НКО, она должна тоже иметь некий свой бизнес-план развития, только мы тут не говорим о получении какой-то прибыли. Тем не менее, все аспекты работы над своими проектами НКО точно такие же, как у работы бизнеса. Коллеги, согласитесь со мной, я не знаю, или нет, но ответственность такая же, блоки такие же, да, задачи и решения, и поэтому и компетенции тоже должны быть на уровне не ниже, абсолютно. Но как предпринимателям трудно бывает заняться, открыть свой новый бизнес и заняться стартапом, так и НКОшникам тоже бывает сложно. И вот нужно, чтобы был такой центр, мы об этом давно говорили, куда человек придет, его возьмут за ручку и проведут по этим этапам. У тебя будет патронаж, ты можешь задать вопросы, обратиться к специалисту на любом абсолютном этапе, иметь онлайн-связь с этим человеком для того, чтобы и мотивация твоя не падала, и ошибки ты свои мог анализировать, а не расстраиваться, опускать руки и все бросать. И двигаться дальше. Вот эта технология, конечно, очень важна, и поэтому, конечно, ресурсный центр, который создан на площадке областной организации знаний Академии Сонка, это очень серьезный, я считаю, прорыв и шаг вперед. Потому что вот эти 150 человек, которые приехали, они получат вот эту вот программу неформальную, а программу очень серьезную, поддержки и доведения проекта практически до начала реализации или полной его реализации. Давайте мы приведем примеры направлений, по которым работают проекты тех НКО, которые вот сейчас у вас обучаются. Ну, на самом деле я... Ну, хотя бы сферы этого такого. В общем, в общем плане. Ну, если говорить о сфере деятельности, они очень... Они, ну, это на самом деле сейчас, я думаю, что все, все охватывают, наверное, да, сферы, все 150 человек, представители, ну, наверное, проектов разных направлений. Я бы сейчас вот буквально, Светлана вам добавила, мы не сказали об этом, что как раз в проекте Сонка предусмотрено, вот предусмотрен такой патронаж. То есть мы готовы не просто заниматься обучением, но предусмотрены серии консультаций, экспертной работы. То есть от начала, там, зарождения проекта и заканчивая его выход, ну, на выход, да, то есть подачи заявки, да, на разные виды конкурсов, к примеру, да. То есть здесь действительно мы готовы на себя взять эту функцию, наши эксперты-преподаватели тоже готовы работать, поэтому мы их не оставим, просто так выдадим документ, скажем, идите и дальше... Работайте. Работайте. Чему научились, тому научились. Нет, мы готовы им помогать и в рамках вот проекта социально ориентированных НКО, а также и в рамках работы ресурсного центра, потому что, слава богу, вроде бы нам объявили, что следующий год поддержка будет, ну, в том же объеме, но она будет. Поэтому мы сейчас работаем над заключением соглашения на 2019 год. С правительством Кировской области. С правительством Кировской области, да. То есть они, в общем-то, видят результаты этой работы, по крайней мере, ну, она на самом деле есть, потому что есть цифры, есть показатели, от которых не уйдешь. Это и количество участников в разном уровне проектов увеличилось, и количество победителей, привлеченных средств бюджетных. То есть, в принципе, эта работа дает свой результат, что хорошо. То есть эффект есть. Может, он не такой большой, как хотелось бы, да, может, он не такой, да. Но я думаю, что дорогу оселит идущий, все впереди. Мы, как это сказать, как я люблю говорить, лед не тронулся, но мы его потихонечку топим. Поэтому мы его топим. Я думаю, что рано или поздно все-таки будет, все будет хорошо в итоге. Вот. А по проектам, я не знаю, наверное, Михаил расскажет. Ну, давайте вот портрет какой-то нарисуем. Вот по портрету-то он расскажет сейчас точно. Давайте портретами займемся после короткого рекламного перерыва. Оставляется наш дневной разворот. Мы говорим о старте проекта по обучению сотрудников социально-ориентированных некоммерческих организаций. Ты координатор проекта и эксперт проекта Академия Сонка Михаил Курашин с нами и руководитель проекта этого Наталья Шитько. Давайте вот я попросил портрет нарисовать среднестатистическая некоммерческая организация социально-ориентированных в Кировской области. Сколько людей, чем занимаются? Давайте так. То есть есть две данные. Первая, которая использовалась у нас при составлении проекта. Это был в большей мере экспертный опрос. И мы прорисовывали. И то, что приятно, что когда мы сейчас уже провели анкетирование, мы поняли, что эксперты достаточно близко попали в те цифры, в те показатели, которые есть. Итак, те, кто пришел в Академию Сонка, в большинстве своем, то есть более 80% представителей общественной организации. То есть это наиболее типичная форма для Кировской области некоммерческой организации. Я бы вообще говорил о том, что у нас их, они могут конкурировать только с другой формой. Это бюджетная организация. У нас крайне слабо развиты иные формы некоммерческих организаций. А сколько их еще иных-то форм? Много их еще? Их много. Их много, можно. Их много. То есть если брать по закону, их очень много. Вот. То, что касается общественных организаций, большинство представителей, это представители сетевых организаций. То есть общество инвалидов, общество ветеранов, локальных войн и так далее. Местных отделений, да? Да. При всем при этом те, кто пришли, это в основном люди, стаж работы которых составляет примерно от одного до трех лет. То есть это не новички и в то же время это там не монстры. Это на самом деле показатель, который характеризует, что в этот период как раз еще у людей существует такая достаточно высокая творческая составляющая, креативная составляющая. То есть люди еще не закостенели на своих местах и, скажем так, не совсем потеряна мотивация. Абсолютное большинство, более 90% это люди с высшим образованием, как минимум одним. Это говорит о высоком уровне их, скажем так, образовательной готовности. То есть они понимают, куда они идут, они понимают, зачем они идут. Ну и дальше, если мы будем анализировать по другим составляющим, ну это люди, имеющие как бы свое введение ситуации с развитием некоммерческого сектора. То есть мы задавали вопрос относительно, два вопроса у нас были оценочные. Это по оценке мер государственной поддержки. И здесь балл достаточно низкий, получился 2,8 из 5 возможных. И оценке тенденций развития некоммерческих организаций, то есть видимой ли развития некоммерческих организаций за последние три года. Здесь оценка была 3,3 балла. То есть середнячок, который на самом деле, ну я отчасти с ним соглашусь, хотя я там как педагог, я не любитель таких оценок, 3. То есть мне как бы, я более полярно хочу иметь представление для того, чтобы понимать, что все хорошо или все плохо. Но 3,3 это такой средний показатель, который в принципе, наверное, реально характеризует то, что сейчас есть. В целом, как правильно Света отмечает, что там еще несколько лет назад некоммерческий сектор у нас лежал. Здесь там последние 2-3 года у нас отмечаются движухи, постоянно какие-то темы обсуждаются, постоянно выносится какое-то обсуждение. В том году мы все обсуждали ремонты дорог, в этом году мы обсуждаем там тему урбанизации и так далее, да, то есть благоустройство. То есть темы какие-то ежегодно начинают всплывать, и это хороший знак, потому что это в том числе и активизирует людей, да, тех, кто, может быть, до этого ранее молчал. То, что касается проблематики, которую обозначают участники, ну, в первую очередь, это там нехватка компетенций, то, о чем мы, собственно, и говорим. Во вторую очередь, это ожидания, связанные с финансовой поддержкой, то есть это, в первую очередь, речь идет о конкурсном грантовом движении внутри нашего региона. И здесь тоже, на самом деле, как неожиданно для нас оказалось, но я считаю, что это тоже показатель результата работы ресурсного центра в том, что там в следующем году у нас уже в январе стартует собственный грантовый конкурс по работе со старшим поколением, который проводится под эгидой и за счет средств депутата Государственной Думы. То есть там, ну, для нас это тоже новость. Мы депутата можем назвать, под чей эгидой это проходит? Ну, надо знать. Да, конечно, Азимов, да, Арахим Азбович поддержал, мы с ним работаем несколько лет уже в рамках разных проектов, и когда вот мы уже операторы активного поколения конкурса несколько лет, ну, подумали, почему бы нам свой конкурс не сделать. В общем-то, у нас есть активное поколение, только он будет называться, конечно, по-другому, но он тоже будет направлен на работу со старшим поколением в малых городах и селах. И, в общем, уже достигнута договоренность, теперь работаем над положением. То есть это впервые формат такой, да, формат, что это по инициативе идет депутата Госдумы и за его счет. И я считаю, что, как бы, это хороший знак. Ну, когда мы часто очень задаем вопросы, что делают для нашего региона сенаторы, да, члены Совета Федерации, что конкретно делают для нашего региона конкретные депутаты Госдумы, это очень важно. Мы всегда задаем эти вопросы. Наконец-то из категории риторики мы перешли в конкретный пример. Вот. Ну, еще, наверное, и здесь приятно отметить, что отмечают такую проблему, как леность самих активистов и сотрудников некоммерческих организаций. Что значит леность? Лень. Как работать в этой сфере и быть ленивым? Вам несопоставимые вещи. Володя, я в данном случае думаю, что есть смысл нам как раз, может быть, встретиться в рамках секции, для того, чтобы, собственно, этот вопрос обсудить. Но факт остается фактом, что многие, те, кто, почему я обращал внимание на возраст, на стаж работы в организации, да, там, многие через стаж превышают, там, 5 лет, попадают в ситуацию такого, знаете, консерватизма, да, то есть, когда уже ничего не хочется, вот есть какой-то накатанный план мероприятий и, собственно, ими ограничиваются. Говоря о том, чего бы хотели сами представители некоммерческих организаций, какую поддержку, ну, понятно, что первое, это там развитие компетенции, второе, развитие информированности, и третье, это возрождение вот самого конкурсного движения в Кировской области. Показательным есть и такие ответы, как вопросы, связанные с созданием единого координационного органа, да, то есть, вот опять там, перед эфиром мы тут обсуждали тему единого окна поддержки гражданских инициатив. То есть, да, возможно, там, к этому надо идти, это не значит, что это там, он исключает из себя, там, ресурсные центры. Скорее всего, включает. Да, он может включать, он может там развиваться параллельно, являясь еще одним объектом инфраструктуры, но, возможно, мы к этому все равно должны прийти, когда и экспертные советы при органах власти должны стать не просто для галочки, а должны стать рабочие. Об этом, кстати, и губернатору мы еще там полтора года назад говорили о том, что давайте там, будем создавать реальные экспертные советы, которые будут проводить реальную экспертизу государственных программ. То есть, выработкой реальных критериев и оценкой достижения этих критериев по итогам периода. Тогда мы будем получать эффективные программы с эффективными результатами, что, собственно, естественно, будет сказываться и на настроениях, и на качестве жизни, и на уровне социального оптимизма, который есть в нашей области. К сожалению, уровень оптимизма у нас остается очень низкий. Хорошие слова. Я могу подтвердить, уровень социального оптимизма постоянно, во-первых, требует поддержки, подпитки, потому что даже на своем опыте могу сказать, что если ты активно участвуешь в каких-то таких вещах, вроде бы даже в центре находишься всяких всех событий, регулярно пускаются руки, и здесь очень нужна вот эта вот помощь. А уж если ты в глубинке где-то живешь, где вообще трудно пробиться и трудно что-то получить, то это действительно так. Тут должна быть абсолютно точная системная работа, поддержка, бесперебойные каналы вот этой поддержки, и здесь только совместными действиями при абсолютном участии власти и даже, я бы сказала, конкретно главы региона это может развиваться. Да. Ну, опять же, еще одна тенденция, которая, там, говоря о партнерстве, я забыл об этом сказать, на самом деле в рамках Академии Сонка неожиданно, опять же, для нас проявился интерес организации, которая называется Ассоциация муниципальных образований Кировской области, то есть организация, которая по логике объединяет, да, вот является единым окном для муниципальных образований, но, к сожалению, ранее для общественников это была такая недосягаемая позиция, там, да, главы общались между собой, получали ЦУ, там, с Серого дома и работали. Если ты общественный, ты кто? Да, а здесь получилось так, что сами, там, сам Алексей Потапенко, руководитель АСМО, вышел и, там, принимает участие и помогает нам в данной работе, поэтому я думаю, что вот это вот как раз к разговору об открытии дверей, мы и созданию единых окон, мы сейчас тоже идем, и это очень хороший знак, что АСМО теперь, там, на стороне, в том числе, там, гражданского общества. Что для вас будет являться критериями эффективности вашей работы, я имею в виду вас, как организаторов, руководителей Академии Сонка? Вот по каким критериям вы будете оценивать, что да, клев, трудились, все замечательно, пришли к положительным результатам? Ну, как минимум, наверное, это повышение активности, участие в разного вида конкурсах, то есть в наших некоммерческих организациях, соответственно, увеличение победителей и привлечение большего количества средств дальше. Это же такие количественные показатели, да? Это количественное прибавление. А качественное? Я бы, на самом деле, не говорил о том, что это чисто количественное, потому что, предположим, вот в прошлом, точнее, в этом году весной мы отработали в Тужинском районе, и, ну, отработали в формате примерно таком же, да, провели семинар, помогли составить заявки, и буквально там за два месяца работы район получил полмиллиона внебюджетных средств привлеченных. За месяц работы. Изменилось отношение местной администрации к представителям гражданского общества. Стали... Если, там, мы зачастую слышим, там, когда говорим о том, что, ну, у вас же есть гражданские... Да нет, у нас ничего, у нас никого нет. У нас есть только бюджетные. Ну, вот, там, поднимаешь данные, выясняется, что в каждом районе работает как минимум 5-6 неправительственных общественных объединений, организаций и так далее и тому подобное. То есть о них даже сами главы не знают. Да. И вот как раз подобные там изменения, они реализовываемые активности проекты, привлекаемые средства, это в том числе изменить систему коммуникации между органами местного насуправления и общественным сектором. И, наверное, такой самый яркий эффект, это вот дать людям надежду, что их проблемами занимаются. Да, то есть чем больше... Не то, чтобы надежду дать, а чтобы люди видели, что... Ну, мы понимаем, что, предположим, там есть организация, работающая с инвалидом. Она не может своими услугами охватить там 100%. Она охватывает там малую толику. Но чтобы все остальные понимали, что есть такие организации, которые когда-нибудь им все равно помогут. Вот это определяется именно возможностью создания условий для того, чтобы как можно больше идеи реализовывалось. И вот если это удастся, там, это будет, наверное, для нас там ключевым результатом. Но это результат, выходящий за рамки проекта. Это как бы так, это весь комплекс работы, в том числе и ресурсного центра. А если говорить в рамках проекта, понятно, что там есть конкретно прописанные показатели, которые там характеризуются в большей мере числовыми значениями. Столько появится новых победителей, столько-то новых инициатив, столько-то муниципалитетов включится там в конкурсное движение на федеральном уровне. Это результаты, которые вот, они есть в конкретном проекте. Но это вы все прописывали, когда наград подавали. Да, это все прописано, это все есть. Там мы как бы будем периодически рассказывать о том, что мы достигаем, что не достигаем, что получается, что не получается. Не надо идеализировать. Мы уже об одной проблеме говорили, что достаточно тяжелые в раскачивании у нас некоммерческие организации. Я думаю, что проблем будет еще немало. Мы не говорим о том, что у нас все идеально, но мы, по крайней мере, уже сейчас рады, что первый шаг сделается в этом направлении. Я бы должна сказать, что в четверг в 8 часов вечера на ГТРК пройдет прямая линия с губернатором. Я, насколько знаю, Наталья, вы там будете? Нет. Нет, к сожалению, да? Я бы хотела, чтобы прозвучал вопрос про развитие некоммерческого сектора и про вот единое окно, про которое мы все время говорим. Может быть, кто-то другой задаст, может быть, кто-то дозвонится на прямую линию, может быть, кто-то из участников, потому что планируется, что будет зал, насколько я знаю, тоже задаст этот вопрос, потому что он очень важный. И мы понимаем, коллеги, что участие первых лет здесь тоже очень важно. Конечно, поддержка нужна. Да, мы вот видим это и в развитии общества знаний, и вашего проекта Академия Сонка. Мы вот видим это и с урбанистическим форумом, что необходимо, чтобы первые лица региона и городов в этом участвовали. Благодарим за эфир наших гостей Наталью Шитько и Михаила Курашина. Дневной разворот завершен. Сейчас будут новости, тематические программы и реклама. А мы, Светлана Занько и Владимир Сметанин, прощаемся. Да, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.